Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шхадатца Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. ИГИЛ представляет собой угрозу для стран Центральной Азии. Недавние события в афганской провинции Кундуз свидетельствуют о том, что боевики исламского государства проникают в Афганистан и в основном концентрируются в северных районах страны на границе с Таджикистаном. Активно идет вербовка экстремистов в ряды ИГИЛ, как бывших боевиков Талибана, так и радикально настроенных представителей Таджикистана. В сети пропагандистской машины попадают молодые люди, которые обучаются за рубежом. Тему продолжит Махастидус Мурот. ИГИЛ – это не только террористическая организация, это также эффективная разведывательная служба, которая вербует единомышленников в странах, где проживает большое количество мусульман. Аниса в этом году закончила школу и поступила в университет на Кипре. По ее словам, за границей она получит по-настоящему хорошее образование. За рубеж может дать те знания, которые в нашей стране мы получить, к сожалению, не можем. Чтобы поступить у нас в какой-либо вуз, для этого нужны большие деньги. И поехав учиться за рубежом, мы можем заплатить намного меньше, чем тут. Во-вторых, конечно же, развита коррупция у нас. Это не секрет, особенно в образовании. В Душамбе нет такого факультета, на который хотел бы поступить в стоящий университет. Хочется надеяться, что судьба Анисы сложится намного удачнее ее сверстников, обучающихся в зарубежных вузах. Ведь более 30 тысяч граждан Таджикистана закончили зарубежные вузы в последние годы. Министр образования и науки Таджикистана Нуридин Саидзуда не отрицает, что среди них есть те, кто присоединился к ИГИЛ. У Министерства образования и науки есть информация о пяти студентах, примкнувших в ряды ИГИЛ. Двое из них присоединились к группировке из-за рубежа. Один из них был отстранен от учебы из национального университета, другой из медуниверситета, а третий из аграрного университета. Еще двое примкнули к рядам ИГИЛ из Российской Федерации, учились в университете Костромы. Социолог Халим Курбанов отмечает, ИГИЛ пытается заменить Сирию и Ирак профессионалов и квалифицированных рабочих в весе того, чтобы вербовать тех, кто просто умеет стрелять. Сегодня террористическому движению нужны врачи, учителя, повара и электрики. Таким образом ИГИЛ пытается доказать, что оно может создать государство, а не только воевать. Честно признаю, ситуация очень сложная. Новая структура халифат под названием ИГИЛ имеет сильную структуру пропаганды. Мы все знаем, какие ролики они снимают, из какой качества есть. Они очень хорошо подготовленные специалисты, которые вербуют не сразу, а постепенно, поэтапно, протягивая руку помощи, можно сказать, тем самым заманивая их в Сирию. Те студенты таджикские, киргизские, узбекские, которые обучаются в западные страны, образованные в сфере технологии, истории, философии и так далее. Но при этом самая уязвимая часть у молодежи, и у таджикской в основном, я считаю, то, что это необразованность в исламе. Муфтий Саид Джамон Набизуда считает, что молодые таджикистанцы, которые воюют в Сирии, не осознают, что совершают грех, убивая своих братьев-мусульман. Он подчеркивает, что большинство молодых людей считают свои поступки джихадом. Однако это не соответствует тому понятию, о котором говорится в Коране. Причина того, что молодежь едет в Сирию, заключается в их неустойчивой вере, в том, что они далеки от чувства любви к родине и не имеют религиозного образования. Все те предписания Аллаха, что собрал пророк Мухаммад в Коране, нарушаются со стороны молодых ребят и, к сожалению, в глазах других людей, показывают ислам как религию, жаждущую войны. Для устранения этой проблемы мы должны давать детям хорошее образование. И это образование начинается с семьи. Родители должны с детства уделять внимание воспитанию своих детей, чтобы в будущем, когда дети войдут во взрослую жизнь, они могли защитить себя, своих родных и свою родину от таких опасных дел. Таджикская милиция уже в течение длительного времени находится в состоянии повышенной готовности к террористическим угрозам. По словам министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзада, ведется большая разъяснительная кампания в СМИ, в учебных заведениях, на проповедях в мечети. Самое важное сейчас вернуть молодежь, которая поверила террористическим группировкам. Для их возвращения сделано многое. Информация о тех, кто возвращается из Сирии, обязательно публикуется. В результате оперативных мероприятий было возвращено 9 человек из Турции, двое из Российской Федерации, один человек из Кыргызстана, а также выявлены два человека в самом Таджикистане. За последние три месяца были задержаны 35 граждан Таджикистана, которые хотели уехать воевать в Сирию. Отмечу, что те, кто добровольно вернулся на родину, освобождены от наказания и сейчас спокойно проживают в стране. Таджикистан обеспокоен потенциальным ростом терроризма на своих рубежах. Армия должна быть в состоянии противостоять возможному росту радикализации экстремизма из-за рубежа. Даже небольшая группа в лице ИГИЛ может развязать насилие и дестабилизировать ситуацию в республике. Махастей Дусмурот, Душамбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освящению войны мира. У микрофона была шхадация Игназарова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно.